Валерий Лавриненко Движность сердца ритмична, 63 удара в минуту. Показания пульсометра соответствуют частоте сердечных сокращений, определенные ускульпативно. 98. Тоны сердца глухие. Не определяется работа сердца. На пульсометре 0. В этот раз он снова решил испытать себя. В одном из районов Донецка прямо на поляне мужчина выкопал яму глубиной 2 метра и собрал из досок самый настоящий гроб. Всем собравшимся на это шоу он пообещал, что в течение получаса после погребения самостоятельно выберется на поверхность. Сказано, сделано. Поехали, да? Давай. Не давай. Ребят, хорошо. Разойдитесь. Хорошо, да. Главному... За нашей спиной вот закапываю человека живым. Я даже не знаю, впечатление ужасное. Все мы в шоке. И не знаю, вылезет, не вылезет. Но думаю, что получится у него. Он такой уверенный мужичок. Просто я не понимаю необходимость такого действия. Вам за него страшно? Очень. Вот стоим сейчас с девушкой и говорим. Хотя бы все было хорошо. Лаполучно завершилось. Чтобы следить за состоянием Валерия, к нему подсоединили датчики сердцебиения и измерения температуры. Мобильная связь под землей не работает, потому общались с героем через специальную трубку. С каждой секундой волнение нарастает. Датчики показывают 31 градус Цельсия. Если температура поднимется до 40, эксперимент придется прекратить. Пока экспериментатор пытался воплотить свою идею в жизнь, выбраться с двухметровой глубины на поверхность, собралось довольно много зевак. Не стали исключением и блюстители закона. А уведомляли милицию там? Я не знаю. Потому что звонят из больницы, говорят, человека загопали в гробу. В какой-то момент датчики тепла и сердцебиения отказали, и волнение за жизнь этого человека значительно возросло. Валерий, оттапывай. Валерий. Валерий Лавриненко пробыл под землей вместо обещанных 30 минут почти полтора часа. И его возвращение, пусть даже не без посторонней помощи, приняли с овациями. Мама, это правда! Мама, это правда! Я опять живой! Наш герой откровенно поделился с присутствующими впечатлениями от опыта. Я начал быстро задыхаться, быстро начала подниматься температура. Это признак того, что не хватало кислорода. Да. Поэтому я начал решать продовольственную программу. Я оторвал доску, пробил дырку, но это почти не помогло. Немножко, чуть-чуть, вставали все дышать, но это не спасало. А дальше я, видно, совершил ошибку, потому что эту землю надо было трамбовать туда. Я продевал момент, она меня начала замуровать, и я не мог шевелиться, развернуться. Ни вперед, ни назад, чувствовал, что я бессилел, насередист. И я чувствовал, что еще немножко я просто задохнулся. Вот эти моменты. То есть, если, ну, на 70% можно сказать, что это не эксперимент, это убийство, можно сказать. Но если быть очень профессиональным, наверное, наверное, все-таки 5, ну, максимум 10 шансов есть, чтобы выбраться. Все, больше нет шансов. Короче, земля нам все дает, и все туда мы уходим. Хотя в ней была подведена спасительная воздухоподающая трубка, по словам Валерия, он ей не пользовался. Состоянием здоровья Валерия Лавриненко всерьез заинтересовались медработники. Слушайте, это глупость такая. Да зачем мне давление? Я знаю свое давление, я прекрасно себя чувствую. У меня нормальный пуст, прекрасно себя чувствую. Тем более, это не первый эксперимент. Я знаю себя, я знаю свои способности, знаю свои возможности. Хотя эксперимент не удался, все-таки он имеет положительный результат. Наш герой остался жив. Вот только вместо Лавров славы его ожидает ряд вопросов в местном отделении милиции.